Первый вопрос, наверное, как сегодняшний матч, 5-5 сыграли? Ну, на самом деле, сыграть 5-5, наверное, это как выглядит, 2-1, поэтому все прекрасно, я думаю, Дима Упер написал смс-ку, как сыграли, я ответил нормально, ну, ответ настоящего РТ, ну, атмосфера хорошая, я думаю, все довольны, ребята довольны, матч такой был, конечно, я думаю, первый матч, мы давно не играли, ну, может, это реклама, ну, я думаю, все здорово, ждем их. Сейчас середина сентября, вы уже сезон-то начали? Нет, мы еще не начали сезон, у нас сейчас Кубок Мышкин будет, 17-го числа там целых шесть дней, хорошие, такие команды собираются, вот, и начинаем где-то в начале октября, сразу же сезон, он за Феникс. Как сегодня вообще много новых ребят было в раздевалке, кого давно не видели? Ну, да, команда как бы обновилась, вот, ну, пришли-то все спартаковские ребята, все друзья, с кем он умирал, плакал, радовался, чего-то, что-то вагировали, добивались вместе, поэтому коллектив только хороший собирается, все ребята подтягиваются, потихонечку кто-то заканчивает, вот, я думаю, весело будет. Ваши ворота сегодня было 9 штрафных бросков, я думаю, что это, наверное, рекорд вашей Кореи. Нет, рекорд был, на самом деле, 17 булитов, это вот последний год, перед КХЛ, я тогда играл за Дизель и Певза, мы, по-моему, сыграли с Химиком, а с Крестьянском, если я не ошибаюсь, тогда мы пробили по 17 булитов туда и обратно, 17 или 18, что-то вот в этом духе, ну, это было круто. То есть не привыкать, да? Нет, ну, а, по-моему, последняя игра, которую мы здесь играли, тоже было около 12, по-моему, может быть, ну, я могу расшиваться. Жень, ну, не могу вас не спросить, как старт Спартака оцениваете вообще, тоже в команде много новых людей, там, у вас на этом? Ну, мне кажется, в этом году команда очень сильная и хорошая перспектива, у команды я уже был на нескольких матчах, но, наверное, пока Спартак еще не столкнулся с таким соперником, вот как-то я был на матчах на поле на стопах, то есть Хаваровск, Адмирал, вот смотрел эти матчи, ну, я думаю, Спартак покажет себя вот сейчас уже с ученым серьезным командой, команда хорошая, повторюсь, вот по составу и по коллективу, и тренерский штаб, и я знаю, какую работу они провели на нашей сезоне, вот поэтому, я думаю, от Спартака ждем в этом году хороших победителей. Я думаю, да, но Никита Беспалов просто в порядке, что там говорить, как он играет здорово, играет много, и я думаю, он находится прямо именно сейчас, вот в той среде, когда ему надо играть, ему нужно давать играть, 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 он скажет, игрой все добавляй, добавляй, это видно, приходит уверенность, и если даже Спартак проигрывает, то Никита играет на таком уровне, что, ну, трудно что-то сказать, предупреждать. Сидится, там, счет такой минимальный, один-два, и в том году мы помним, как он в полувоззору играл, думаю, больше, а в этом просто полувоззору решаем. Поэтому, ну, кутачку будет тяжеловаться, конечно, но я думаю, он поможет. Ну, у Никита сейчас как раз такой самый-самый возраст хороший для вольтаря. Ну, да, ну, как бы, я не знаю, тоже, как сказать, возрастный возраст, он тоже может пойти, может не пойти, мало ли что-то там может случиться, как бы. Ну, да, он приобретает опыт, как я уже сказал, у него очень много минут, очень много времени, и работы ему хватает на любой вкус. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!